Вот что бывает после таких драк, после таких массовых конфликтов. Братья, обязательно поставьте лайк и распространяйте, чтобы все наши братья, мигранты знали, что вообще происходит. Уважаемые узбеки, таджики, мусульмане, пара праздники. Хочу вам сообщить, сегодня начали рэд, за неделю рэд будет говорить. Мы сейчас только что был в 49-м отделении. Они все принесут без документов, документы есть или нет, все 5300 штрафуют. Так что осторожно, за неделю будьте дома и сидите, на улице не ходите вообще. Сейчас ОМОН все поймали, полиция ОМОН, все дорога, остановка, Каждая остановка остановит гражданские формы и гражданские машины, без служения. Только что вот 40 человек на отделении было. Мы сейчас заплатили и обыскали нам. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Как вы видите, вот такие вот проблемы начались у братьев, мигрантов, которые приехали за честным заработком, которые хотели накормить свою семью. Я хотел бы обратиться этим братьям, которые, знаете, на понтах ходят, после них вот такие всякие проблемы страдают, бедный народ, страдают целые нации. Вот такие вот проблемы у всех вот после таких скандалов. Братья, я сам нахожусь 20 лет в России, альхамдуля, я прошел много через всего, альхамдуля, я понимаю, что это такое. Братья, вот эти вот молодые парни, я не знаю, это правда или нет, но кто вот, пять узбеков, говорят, сидели, пили алкоголь, потом подошли чеченцы. Братья, после этого у них завязался конфликт. Братья, в первую очередь я хотел бы, кто вообще находится в России, вообще всем мусульманам. Братья, алкоголь это мать грехов. Неужели вы про это не знаете, субханаллах? Вот из-за алкоголя все начинается, понимаете? Человек притупляется, он не становится адекватным. Смотрите, сколько братья сейчас депортируют и сколько без работы останутся. Эти братья, которые приехали с Узбекистана, с Хиргизии, вообще из Средней Айзии, они кое-как добрались до России в этом тяжелом периоде в пандемии. Люди по тысяче долларов, по полторы тысячи долларов платили, чтобы приехать в Россию. Брали в долг, залезали какие-то микрокредиты, чтобы доехать до России, чтобы заработать какие-то копейки, чтобы прокормить свою семью. Из-за таких молодых парней, которые, знаете, беззаботных, которые вообще проблем нету, как будто у них, да, кроме как подраться, побухать там, наехать друг на друга. Вот, получается, вот такие конфликты. А страдают-то, самое главное, вся нация, вот, все мигранты от этого страдают. И это не первый раз, когда вот такое вот бывает. Это не первый раз. Хватит уже. Вы не думайте только о себе. Россия многонациональная страна, тем более тут нас, нас много мигрантов. Мы должны тут работать, трудиться и вообще как-то зарабатывать на жизнь. Понимаете, братья? Я вас очень прошу, чтобы вы вели себя вообще адекватно. И вообще вы понимаете, что вы делаете. Я еще в ТикТоке увидел вот, да, трое пацанов, короче, молодых. У них даже еще молоко не засохло, блин, во рту. Они ворчат. А, мы таджиками с узбеками. Мы их кыргызов туда-сюда. Короче, вообще такие мерзости они говорили. Клянусь Аллахом. Вот был бы я рядом, я дал бы леща ему. На самом деле, за такой вот разговор. Понимаете? Я сам узбек с кыргызией. Аль-Хамдулля, у меня крепкие отношения с братьями кыргызами. Я 10 лет дружу с братьями таджиками. У меня есть друзья-спортсмены-чеченцы. Я, Аль-Хамдулля, со всеми дружу. Ну, вот такие, вот такие малолетки, которые еще, блин, не обсохли, да? Которые у них нет мозгов. Вот они выходят в ТикТоке, чтобы набрать лайков. Говорят всякие мерзости после этого, как последние шакалы на коленях встают и просят прощения. Зачем? Зачем? Что, у вас вообще мозгов-то нету? Вы вообще не думаете, когда вы что-то снимаете, когда вы что-то говорите. Ведь сейчас мы 21 веке. Везде интернет, везде камеры. Я даже иногда боюсь, шутя даже со своими друзьями, что-то сказать, чтобы кого-то не обидеть. Понимаете? Чтобы не было потом после этого проблем. Ваши слова, это как выстреленные пули, обратно их не взять. Братья, давайте вот эти вот свои глазки откроем, мозги включим. И будем жить мирно, спокойно, как подобается истинному мусульманину. А не тем, которым ходят вот так вот, там, знаете, кайфуют, кайфажорами, короче, становят. И еще говорят, аль-хамду лилля, там, я мусульманин. И потом дерутся, бухают там. Что только они творят, субханаллах. Братья, я прошу прощения, потому что я такой огорченный. Но иногда вот конкретно задевает мои вот эти вот внутренние чувства. Вот то, что все вокруг происходит. Субханаллах. Братья, что есть, мне нужно, чтобы выставить машину. Расскажите мне эту машину. Спасибо, спасибо. Мне понравилось, но в этих видео были дошли. Прямо сегодня, если человек, что-то не является, как-то, 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 как-то. Они с ним мирно решатки, но их не давит. Друзья, я хочу вам, друзья. Мы 200-ть, аутриотки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...